Добрый день, уважаемые любители футбола! Просим прощения за некоторые сложности с началом трансляции. Да, тут возникли некоторые перипетии, но тем не менее мы в эфире. И продолжаем работать. Ну что, перенесенный матч 13-го тура. Осенью должен был состояться этот матч. И продолжаем работать. Ну что, перенесенный матч 13-го тура. Осенью должен был состояться этот матч. Московское дерби, ЦСКА Локомотив и 1-0. Первая же контратака гостей, которые выступают в белой форме, железнодорожников и 1-0. Мгновенная контратака. По левому флангу проход игрока. И завершение. Вратарь армейцев. Джамалудин Абдул-Кадыров, номер 4-й капитан команды сегодня Джамалудин. Пятый Вадим Чурилов, шестой Данила Прокопьев. Вот как раз одно из новых имен. Так вот здесь вот рвется вперед Сидельников. Но пас долго-долго. Удар по воротам 1-1. Да что ж тут происходит-то? Лукас Гурский показалось, что... Прошу прощения. Показалось, что упустил он уже момент для удара. Немножко завозился с мячом. Но, тем не менее, мяч в воротах. И на пятой минуте счет становится 1-1. Давайте посмотрим. Вот здесь вот сыграл, и у него другого выхода не было. Он, в принципе, уже в таком достаточно... Так, Пушкарев. Снова левый фланг. Удар по воротам. Нет, не получился удар. Так, и вот здесь вот потеря. Удар по воротам. 2-1. 2-1. Прекрасный удар по недостижимой траектории для голкипера. И мне показалось, что даже не увидел момент удара Данилу Додов. Доберется до этого мяча Матвей. Голыбин. Нет, это Ченчиков. Разворачивается Роман. И подача в штрафную! Зачем же? Где мяч? Мяч все-таки в воротах. И снова Лукас Гурский. Ну, вот забавно получается. И тоже, казалось бы, ну, может быть, в одно касание попробовать. Нет, начал обрабатывать мяч. И, казалось, опять же упустил момент для удара. Но в итоге доработал эпизод до конца. Но здесь недоволен Тимофей Митров. Давайте смотрим. Подача Романа Ченчикова не дотягивается до этого мяча. Нет. Не смогли все-таки полностью так накрыть. И снова Кисляк. Да что ж творит сегодня Матвей. Вот именно в отборе. Ой, какой удар прекрасный. Нет, показалось, что мяч сильно и точно летит. Но точно в руки. Небрежно как-то вот передачи получаются у ЦСКА. А вот с борьбой все в порядке. Прекрасная диагональ. 3-2. Сидельников. Все-таки Максим Сидельников. Ну, там действительно, потому как летел мяч и несся туда Максим Сидельников. Не вышел на перехват. Тимофей Митров. И, в общем-то, Максиму Сидельникову самое главное было попасть по мячу. Что он с большим смаком и сделал. 3-2. Кто у нас эту передачу? Главное. Как и в матче у нас. 3-2. Подача. У Донов не дотягивается до мяча. Вот здесь вот опрометчиво вышел голкипер. Раз уж вышел, надо доработать. По-моему, мяч-то летел все-таки. Кирилл Глебов, кстати говоря, тоже очень скоростной игрок. Такой маленький, юркий. Но, кстати говоря, очень твердо стоит на ногах. Вот как раз Глебов. Хорошо прикрывает мяч корпусом. Постонкий в штрафную. Где мяч? Мяч выше летит. Кто это у нас? Господи, Сидельников. ЮФЛ-2. Щелкунов. Свободная зона. А почему же никто не опекает там Ракова? Ракова вот здесь вот выручает уже Удодов. Защитникам помогает. Молодец. Для этого же нужна и физическая форма. Чурилов. Подомарев. Ух, какая красота! Ух. Ну что, это, наверное, последний такой момент. Вот сейчас зацепится Локомотив. Ну и, наверное, угловой еще дадут пробить. Нет! Не дают пробить угловой. Ну, время-то, в общем-то, истекло, наверное. Да, я так понимаю, что Артем Клюев решил просто вот довести эту атаку до конца. Ну, сейчас, конечно, игроки Локомотива идут к Арбитру. Ну что, поздравляем армейцев!